Этот проект был бы невозможен без общественной организации СИДИ, которая объединяет родителей детей с инвалидностью. Мы благодарим также всех, кто согласился говорить. Говорить о том, что пока рождает много страхов, мифов, противоречий. Этот проект посвящен инклюзии. Здравствуйте, меня зовут Мария Масалова. Я мама особенного ребенка. Это сын, ему 10 лет, его зовут Лев. И у нас диагноз отставания в развитии на фоне органического поражения головного мозга. Что-то произошло, ни врачи, ни окружающие не могут точно объяснить, что конкретно. В какой-то момент что-то пошло не так, либо во время беременности, либо во время родов, и случилось то, что случилось. Родился особенный ребенок. Я думаю, что инклюзия – это умение общества принять особенных людей. Первое, с чем сталкиваешься, это, наверное, как и все такие родители, это с непониманием. И самое страшное – с нежеланием понимать. Система не очень хочет меняться. У нас много хороших людей, много талантливых педагогов, и это большое счастье. Но тут как попадет. По Википедии инклюзивное образование – это процесс включения детей с особыми образовательными потребностями в общую образовательную среду. Сначала было вообще очень сложно делать какие-либо прогнозы, потому что ребенок был непростой. Опять же, в силу того, что это головной мозг, никто ничего не мог прогнозировать, никто ничего не мог обещать. Мы просто занимались ребенком, насколько это было возможно, насколько он это позволял делать. Когда время подошло к школе, стало понятно, что в 7 лет нам в школу рано. И мы приняли решение, что мы хотим остаться еще на год в детском саду. Мы как раз сменили группу, мы сменили педагогов. За последний год, я считаю, наверное, произошло чудо, потому что очень большая работа была проведена нашими педагогами в детском саду. Мы последний год отходили к нашему логопеду, которая вложила все, что, наверное, смогла. И параллельно мы ребенка отдали в подготовительную школу. Мы готовились к поступлению в первый класс. То есть мы занимались уже с нашим педагогом, который нас потом ввела уже дальше, и со своим классом. То есть он привыкал к новым детям, к новым людям и привыкал к школьной обстановке. Елена Ягжанова, автор книг про инклюзию, интеграцию в образовании, говорит, «Мы живем в идеологии сообщающихся сосудов. Мы учим детей, они учат нас. Если мы сообщающиеся сосуды, то мы четко понимаем, что в этом мире все связано. Здоровье, деньги, счастье, информация, энергия». У Льва сложились взаимоотношения со школой. Первый год ему было достаточно сложно. Очень много новых людей, много новых детей. И он как-то побаивался, закрывался. Мы пришли к педагогу с хорошим, большим опытом. К педагогу бесстрашному. Она не боится трудностей. Ее зовут Куреленко Анна Ивановна. Учитывая то, что восприятие у него несколько иное. То есть он закрытый. Он бывает очень закрытый. То есть если к нему ребенок подошел, начинает общаться, он может просто закрыться, замолчать, может даже отвернуться или даже уйти. Детям это непонятно. То есть для того, чтобы начать с ним общение, к нему нужно подойти с улыбкой. Он тоже начнет улыбаться. Когда мы учились в первом классе, в первый год обучения, мы как раз столкнулись именно с тем, что детям очень много приходилось объяснять, что лев не такой, как они, и с ним нужно как-то несколько иначе. Вот. Объяснял это наш педагог, опять же, Анна Ивановна. Она очень грамотно, очень мягко показывала детям, объясняла им, что нужно быть лояльными, нужно быть терпимыми, нужно быть добрыми, что нужно вот понимать, что в жизни бывает всякое. Мой опыт привел к ощущению, что без инклюзии в школе просто нельзя, говорит директор одной из московских школ Сергей Казарновский. И когда стал проектировать свою школу, сразу решил сделать ее нормальной, с пандусами, грузовыми лифтами. Эти вещи, мне кажется, важным элементом воспитания. Мы объясняем детям, что главная приставка в русском языке «со» – содействие, сочувствие. Нужно менять что-то достаточно глобально в самой системе образования. Обязать обычного педагога, пускай даже самого талантливого, заниматься ребенком с особенностями, ну, я считаю, что это просто преступление. У педагогов очень большая нагрузка, у них большой класс и не один. Обязывать человека еще ответственностью за особенных детей, без подготовки. То есть педагогов надо готовить. Может быть, это должны быть другие педагоги. Может быть, это нужно делать на стадии педагогического образования. Но обязательно нужно что-то менять, потому что просто дать особенного ребенка и сказать «Учи, потому что мы приняли закон» – это преступление. Тем не менее, я верю, я все-таки очень надеюсь, что, может быть, не сразу, но что все-таки мы, наверное, придем к каким-то правильным пониманиям и правильным действиям. Потому что наш российский народ все-таки очень отзывчивый в большинстве своем. Сейчас, конечно, очень непростое время, хотя, наверное, когда оно в России было простым. Но, тем не менее, мы, прожив 10 лет с особенным ребенком, достаточно часто встречаемся все-таки с людьми, которые и понимают, и стремятся помочь, и посочувствовать, и просто поговорить. Причем люди бывают незнакомые, люди бывают просто со стороны. То есть это говорит о том, что все-таки не все, наверное, так плохо. Поэтому я думаю, что все-таки инклюзия, наверное, возможна. Нам важно ваше мнение об инклюзии. Если вы готовы к публичности, то звоните или пишите к нам в студию ТВР-24. И ваша позиция будет растиражирована. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...